Итак, друзья, последние новости по Windows 11. Поехали! Первая новость это то, что оказалось лучше было не переходить с бета-версии на официальную, потому что теперь бета-версия обогнала официальную версию, и теперь в бета-версии, у меня, кстати, официальная, в бета-версии теперь, значит, есть обновление работы процессоров AMD, вот исправлены вот эти вот ошибки с кэшем Татюрин и СИППС технологии, а нам остается ждать 19 и 21 октября, где выйдут отдельные два обновления, которые, значит, исправят проблему, ну, короче, исправят, значит, работу, улучшат работу процессоров AMD Windows 11. Друзья, в основном, в остальном, точнее, компания Microsoft, сейчас у них слишком много дел, допустим, они анонсируют, что смотрите, у нас появились новые emoji, либо что-то изменение в emoji, это достойная тема, это единственное, чем могут похвастаться, допустим, на предварительной оценке Windows, допустим, Due Channel, либо, ну, тут не про бета, а про Due, то есть ничего нового, в общем-то, не приходит. Ну, и все, друзья, по-прежнему теперь, значит, неподдерживаемые устройства обновляются до Windows, до, короче, получают последнее обновление, вот. Это старая новость, и в остальном все то же самое. Процессоры новые не добавляются, что, на мой взгляд, вообще ужасно, то есть компания Microsoft, по сути, ее, по сути, устраивают то, что, ну, допустим, в России обновятся до Windows 11 процентов 5 или 10 максимум, ну, как-то так, вот. Ну, вот, собственно, и все, смотрите на моем канале, как я включаю TPM 2.0 модуль на различных устройствах, теперь мне добавился еще и Гигабайт Ауру, Аэро, по-моему, как-то так, Гигабайт Аэро 17. И, значит, вот, собственно, и все, друзья. Прошу прощения за кашель. Вот такие вот новости, надеюсь, они вас обрадовали. Всем пока, до свидания.